приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про длинные выходные которые принесут в нашу игру мир танков акцию с которой можно будет быстрее прокачать танки ветки ну или же экипаж либо же полевую модернизацию в россии 4 ноября день народного единства а в беларуси 7 ноября день октябрьской революции и еще там какие-то праздники в этих датах есть некоторые из них дают выходные некоторые не дают там еще перед этими выходными короткий день на один час у некоторых короче рабочий день у некоторых нет в общем и целом там в этом всем чтобы разобраться надо не одно высшее образование получить у меня к сожалению только одно поэтому я разобрался только частично и все эти праздники дают нам в игре мир танков тоже акции и большие выходные с 4 ноября 12 часов мск по 8 ноября 11 30 мск у нас будет акция благодаря которой мы 20 раз в день будем получать опыт x2 получается четыре дня мы сможем покачаться если еще сюда добавить свои какие-то резервы клановые резервы то прокачка будет ультра быстро количество опытных игроков на десятках вырасти два разы буквально за одни выходные давайте ознакомимся с условиями этого задания просто сыграть бой награда x2 опыт за бой все ограничение следующий x2 работает в случайных боях в обычных и в натиске техника с 4 по 10 уровень но перед этим нужно снять x2 который дается на каждый танк каждый день один раз снимаете звезду с танка и потом уже идут эти 20 раз x2 также еще бонус при переводе опыта в свободный то есть не распределенный опыт который вы накопили на каком-то там танке а он собирается на танке если вы над экипажем слева вверху галочку не включаете тот опыт собирается на танчики и потом можно его будет распределить за голду в свободный обычно за одну голдинку можно распределить 25 опыта но в эту акцию можно будет 35 это не максимальная акция поэтому думайте сами надо она вам или нет но какую ветку можно прокачать не забываем что у нас еще в боевом пропуске есть акция в бой на и там можно выбрать на чем три танка прожит там от 65 60 тп ливандовского и mx 13 105 то есть можно совместить эти две акции и прокачка будет супер быстро и еще от себя я порекомендую следующие ветки во первых ветка которая качается в игре легче всего все танки и в стоке и в топе нормальные все танки ветки нормальные никаких кактусов там нет вот ветка прожита m40 mod 65 самая простейшая в прокачке все танки ветки хорошие даже какие-нибудь там танки 9 уровня можно оставить на постоянку поскольку они прям ок да и сама десятка тоже неплохая да конечно она там в каких-то клановых боях в режиме натиск или в каких-то соревновательных режимах не особо востребовано это прожита но в рандомчике покатать в целом неплохой танк если учитывая еще то что ветка качается супер легко плюс еще акция 1 и 2 прокачка будет супер быстро и приятно также порекомендую танк а вернее всю ветку ветка vz55 на этом танке у большинства людей будет самый высокий результат по средухе по проценту побед да и вся ветка в целом неплохая единственное что восьмерка всратая но это не является ветка самая простая в прокачке о которой мы уже говорили все остальные ветки в игре качаются не так приятно как прожита поэтому ждите что в каждой ветке будет кусок неприятностей но еще порекомендую прокачать ветку а mxm4 мл.54 французская ветка тяжей и и там апали недавно нерфили но в целом нерв никак не сказался на танке танк все такой же сильный почему я рекомендую его прокачать поскольку это самый сильный прокачиваемый танк в игре 10 уровня кого качать как не его но на нем сложнее играть чем на vz55 для обычных игроков поскольку он большой чтобы его реализовать скилла нужно побольше хотя и vz55 находится на втором месте среди прокачиваемых танков и там тоже чем больше скилла тем результат конечно же будет больше это в принципе работает на любом танке но на vz55 обычные челики показывают результат получше почему-то на amx у них какие-то трудности также еще можно прокачать cs63 если вы хотите поиграть в натиске поскольку amx m4 мл.54 и cs63 это два самых востребованных танка в режиме натиска все остальные танки используются гораздо реже но тоже нужны такие танки как супер конь иногда нужен стб 50b даже иногда используется mouse также не забываем про vz55 ну и какой-нибудь быстрый 277 тоже не помешает это наверное самые востребованные танки ну и куда же без лт а это будет колесник пожалуй все что можно хотеть выкачать в эти выходные я рассказал это самые приоритетные интересные ветки остальное качаются уже просто по желанию также еще скажу какие танки если и качать то в последнюю очередь просто лишь бы было от нефиг делать конечно же артиллерию можно вообще не качать такие прокачки я не одобряю советские стэшки в общем и целом помойка уже устаревшая играть на них неприятно даже если у тебя есть скилл помоища редкостные поэтому какие-нибудь ветки объекта 140 нафиг не надо там буквально вся ветка помойка разве что за исключением какого-нибудь 6 уровня и все те же самые китайские танки практически то же самое помойка редкостная ну и советские тяжи тоже из нормальных там только из 4 и 277 все остальное помойка понятное дело type 5 heavy качать не надо даже разработчики по приколу точнее комьюнити менеджеры на вопрос когда апнут type 5 heavy когда он находился прямо на самом последнем месте сказали а зачем его апать если на нем никто не играет это конечно смешно может поэтому и не играют также какие-нибудь ветки объекта 268 ветки грилей я бы такое честно говоря не качал на них играть крайне тяжело реализовать их сложно да конечно можно насмотреться какого-то киберспортсмена и думать что сейчас я на него сяду дальше сами решайте на кого вы там сяете на киберспортсмена или на объект 268 и показать какой-то результат но танки сложные ну и конечно же ветка фаша я обычно называю этот танк чмош это короткое название а длинное название чмош позывной 0 поскольку челики на фашах упарываются хотят хоть какой-то барабан раздать и чаще всего они сливаются с нулем поэтому и получился чмош позывной 0 также ветка panzerkampfwagen 7 тоже то еще параша там что девятку по нерфили нлд зачем-то порезали единственно чем танк танковал это лубом ему взяли нлд нерфанули но и десятка параша счета это наверное самые лютые параши я перечислил который вообще не стоит никогда в жизни качать только если у вас уже все выкачанное вам нечем заняться абсолютно честно говоря не знаю надо ли вам такое видео но я подумал что раз такая акция значит у людей будет много выходных дней когда они смогут получить много опыта каждый день значит что-то качать кто-то да будет я решил что могу подсказать что прокачать с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи 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 там удачи эта Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...